Золушка Давным-давно в далёкой-далёкой стране жила прекрасная девушка, и звали её Золушка. Где бы она ни появилась, то покоряла всех своими светлыми волосами, огромными глазами и добрым сердцем. Как-то раз Золушка стояла в своей комнате перед окном и любовалась великолепным видом на лес. Вдруг на небе она увидела огромную радугу. Ох, какая красивая радуга! Интересно, куда она ведёт? Пока Золушка восхищалась красотой радуги, её маленькие друзья Моцарелла и Чеддер взобрались к ней на плечи. Золушка, ты можешь отнести нас к этой радуге? Да-да-да, пожалуйста! Но я никогда не была в той части леса. А вдруг там опасно? Как-то может быть опасно, если там такая прекрасная радуга. Да, и не бойся, мы с Чеддером тебя защитим! Мы можем так дать радугу, пока она не исчезла, Золушка! Если мы успеем до захода солнца, то конечно! И друзья смело отправились в лес. Некоторое время спустя они наткнулись на весьма симпатичную черепаху. Э-э-э, ты случайно не принцесса, Золушка? Здравствуй, милая черепаха! Да, это я! Скажи же мне, что тебя привело сюда? Мы идём за радугой! Мы хотим узнать, что находится в её конце! Как интересно! А можно мне пойти с вами? И они пошли дальше. Вдруг среди деревьев показался кролик. И он тоже захотел пойти на край радуги. Конечно, пойдём с нами! Долго ли коротко шли они по лесу, как увидели трёх бегущих бельчат. Те явно были чем-то напуганы и пронеслись мимо, даже не заметив Золушку и её друзей. Хм, бельчата, куда же вы так бежите? Похоже, они испугались! Это очень странно для белок. Ещё немного погодя, они увидели бегущую газель. В испуге там чалась со всех ног. Золушка, смотри, у газели ранена нога! Золушка решила поговорить с газелью, ведь она понимала язык всех животных. Что происходит, прекрасная газель? Только что мимо нас пробежали три испуганные белки. Что там такое? Газель прошептала что-то на ухо Золушке и умчалась прочь. Золушка не могла поверить тому, что услышала. Что случилось, что сказала тебе газель? Страшный серый волк! Что? Да, страшный серый волк нападает на всех животных в лесу. Он даже хочет убить льва, царя зверей. Ой, как страшно! Мы должны немедленно вернуться в замок. Нет, лесным жителям сейчас как никогда нужна наша помощь. Мы должны идти дальше. Все животные согласились с Золушкой. Они решили во что бы то ни стало остановить страшного серого волка. И вот они увидели его. Волк грозно рыча пытался доказать пойманным им пуме и лисе, что он сильнее всех. Теперь я король леса. Я даже льва скоро убью. Весь лес будет бояться меня. Смотрите, даже этот гигантский слон встает по моей команде на одну ногу. Несмотря на то, что слон, пума и лиса и сами были сильными и крупными животными, бедняги так перепугались, что не могли сказать ни слова. А волк продолжал рычать. Но тут он сделал неосторожный шаг и попал в капкан. Ау-у-у! Ау-у! Ау-у-у! Ау-у-у! Помогите! Я попался! Помогите мне! Увидев, что волк в ловушке, слон, лиса и пума тут же бросились прочь И столкнулись с Золушкой и ее друзьями Страшный серый волк собирался захватить весь лес, но попал в ловушку охотников Охотников? Похоже, они опаснее самого волка Точно, Золушка! Охотники очень опасны! Что же нам делать? Может быть, помочь волку? Конечно! Сегодня он попал в ловушку, а завтра может попасть любой из вас Все друзья согласились с Золушкой и отправились спасать волка Но когда они увидели его, то рядом с волком уже стояли двое охотников Я не могу поверить, что в эту ловушку попался волк Да, хотелось бы поймать лесу, кролика или более вкусные животные Хм... Может, кто-нибудь покрупнее попался в нашу вторую ловушку Хм... Что теперь делать с этим волк? Хм... Хм... Видишь, как опасны охотники Ты права, Золушка Ну-ка, давайте напугаем их и прогоним, чтобы они больше никому не причинили вред В этот момент к друзьям Золушки присоединились все остальные обитатели леса Вместе они побежали на охотников Охотники испугались и стали молить о пощаде Нет, нет! Беги! Беги! Нет, нет! Беги! Беги! Они бросились бежать, только пятки засверкали А Золушка и ее друзья подошли к пойманному волку Спасите меня! Умоляю вас! Спасите! Мы спасем тебя, но при одном условии Ты обещаешь больше никого не обижать Да, да, обещаю, я обещаю Определенно, я больше никогда не причиню вреда ни одному живому существу Даже муравью Золушка поверила волку И животные вызволили его из ужасной ловушки Как хорошо! На свободе! Так, волк и остальные звери поняли Что самое главное в лесу Это защищать друг друга и свою дружбу Смотрите! Мы на краю радуги! Золушка и ее друзья очень сильно хотели узнать Что же находится на конце великолепной радуги Но там не было ничего, кроме дружбы, доброты и любви Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова